Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить, вернее не так, сегодня я собираюсь начать процесс приготовления варёно-копчёных рулик. Вы, понятно, всё сразу в течение 10 минут увидите, а у меня тут минимум неделя, а то и 10 дней пройдёт. У меня будут варёно-копчёные свиные рулики, фаршированные свиной же вырезкой. При этом хочу проверить лично одну штуку. В специальной литературе говорится, что при длительном посоле мяса уровень PH в нём поднимается, тем самым увеличивая влагоудерживающую способность мяса. Я наконец-таки купил на Амазоне PH-метр и своими глазами хочу во всём этом убедиться. Не уверен, что что-то увижу на самом деле, потому что рульки эти явно успели в магазине полежать минимум четыре дня, но посмотрим. Хочу порекомендовать вам канал Банный Корреспондент. Все любят баню, практически все, а те, кто ещё, как они думают, не любят, просто не побывали в правильной, подходящей им настоящей бане. И вот этот канал вам поможет. Ребята снимают обзоры бань, банных печек, в том числе с краш-тестами. А вы знаете, сколько на сегодняшний день производители выпускают мобильные бани? И какую из них выбрать? Вот допустим, нет у вас дачи или собственного дома с баней, а вы любите выезжать на природу, с удочкой посидеть с палатками, с друзьями, со знакомыми, с семьёй в конце концов. Представляете, как было бы здорово на берегу разбить палатку, в ней печечку, попариться, выйти. Я, кстати, в такой бане был как-то. Это было в конце ноября. Мы поставили эту мобильную баню прямо на берегу реки. Снег шёл, я вышел такой распаренный из бани. А шёл, так вот по головушку в ледяную воду, стою, остываю, а сверху снег на голову падает. Просто сказка. Ребята с канала Банный Корреспондент освещают всякие банные мероприятия, выставки, фестивали. И всё это снято в формате живого общения, то есть в формате живого блога. Это очень интересно, классно и здорово. В бане, в принципе, здорово. А ещё здорово, когда вам рассказывают, это, например, правильно запарить банный веник, так, чтобы он после второго-третьего захода не облетел весь. Или как правильно париться или парить. Для того, чтобы оздоровиться, а не наоборот ухудшить своё состояние, если у вас, допустим, не очень хорошо всё со здоровьем. Короче, на этом канале просто в горе полезной и интересной информации, собранной настоящими энтузиастами банного дела. Проходите по ссылке в описании, подписывайтесь и наслаждайтесь. Для начала мне их надо подготовить, то есть зачистить шкурку и удалить кости. Так, выключить, включить. Включилось. Смотрим, значит, у этой рульки. Слушайте, высокий какой ПАЖ. 6,98. Её даже выдерживать, похоже, не надо. Так, а у этой? Вот этой вот. Смотрим. Такой же, что ли? Обалдеть. Вообще работает прибор этот или нет? Нет, смотрите, пошёл. А, вот 5,70, да, смотрим. 5,71. Запомнили эту цифру. Так, проверим сейчас ещё раз эту. Так. Вниз пошло. Странно вообще, что рулька из одной партии, рульки из одной партии, да, у одной низкий ПАЖ, у второй он такой вот высокий. Ну-ка, здесь. Запомнили. Так, ну и вырезки. Отлично. Запомните эти числа. Так, сколько у меня тут мяса? Полтора килограмма. Отлично. Я буду солить в расчёте 2% соли на килограмм сырья. Причём половину возьму нитритной соли, половину поваренной. Всё смешать и пересыпать. Внутрь, снаружи. Вот так вот. И уложить поплотнее. Вот в таком виде оставлю на просолку на неделю минимум, а то можете на 10 дней. Ну, как пойдёт, посмотрим. Продолжу процесс приготовления, когда появится время. Просоливать, конечно, будет в холодильнике. Итак, прошла неделя с начала процесса, и несколько раз за всё это время я вынимал мясо отсюда, переворачивал, слегка массировал, для того, чтобы просаливалось равномерно. Давайте посмотрим, что с уровнем pH. Сначала вырезка. Помните, что у вырезки было 5,56? Так, осталось. 5,55. Нормально. Это что-то ерунда какая-то. Вообще, по идее, от длительной, как пишут в литературе, от длительной выдержки мяса в соли pH должен повышаться. А он даже понизился несколько. Какая-то ерунда. Так, ладно. Значит, надо смешать. Смешать сухой чеснок и чёрный перец. Это мне чёрный перец. Размелю его сразу смеси. Вот так. И вымазюкую вырезку. Для большего вкуса и для большего аромата. Красота. Теперь с рульками проверим, что у нас получается. Вот это. 5,86. 5,86. А это. Это 5,94 и 5,93. Понятненько. Было 5,71 и 5,87. Стало 5,86 и 5,93. То есть, рульки несколько повысилось. Повысился уровень pH. Но не так, как мне бы хотелось. Потому что оптимальный pH вообще для такого вида изделий это 6,0-6,3 где-то так. Ладно, давайте собирать. Вместо кости в рульку вставлю вырезку. У меня будет мясо с мясом. Вот так вот, поплотнее. И в сетку теперь запаковать, для того, чтобы при тепловой обработке эти рульки не разваливались на части. Все. Теперь пойдем заниматься тепловой обработкой. Сначала обсушка, а потом обжарка, совмещенная с копчением. Делать это буду в самодельной коптильне. Процесс ее изготовления на канале показывал. Смотрите по ссылке в описании. Пусть вот так висит. Регулярно меня спрашивают по поводу электрического нагревателя. Вот этого вот. Это обычный нагреватель на 900 Вт мощности. Никакого вентилятора здесь нет. Я его купил в Лерой Мерлене. Подойдет вообще любой. Главное, чтобы он в ящик влез. Температуру внутри ролик буду контролировать при помощи вот этого вот термометра. Щупу загоню в середину. Вот так. И вот так. Сейчас температуру, смотрите. 18 градусов внутри. 18-19, да? В одной 19, в другой 18. Видите, он переключается с одной на другую. Температуру нагревателя объема коптильной пока установлен на 55 градусов. Пока дверца была открыта, понятно, все остыло. Но так же быстро и нагреется. Процесс сушки буду проводить до тех пор, пока температура внутри рулик не поднимется до 30 градусов. Ждем. 30 градусов, значит пора проводить обжарку и копчение в одном флаконе. Температура запекания и копчения будет 90 градусов. Надо, кстати, датчик настроить. 90 целевая. Запекать и коптить будут до достижения температуры в центре рулик 55-60 градусов. А затем варка все увидит до готовности. Температура уже поползла вверх. Наберется до 90, так вот и будет работать. Процесс копчения и обжарки завершен. Смотрите, какой цвет. Красотища. Пора доводить рульки до готовности. Супер. Вода уже прогрета до 80 градусов. Сувидстик работает. Рульки в воду отправлю без пленки. Постоянно спрашивают, не испортится ли сувидстик от того, что я без пленки погружаю мясо в него. Не знаю. Я использую как с пленки, так и без пленки в зависимости от требований. В данном случае погрузил без пленки, чтобы вымыть поверхность от излишней соли, во-первых. А во-вторых, чтобы смыть излишний запах копчения. Потому что я, как видите, не проветривал рульки перед тем, как погружать их. Для того, чтобы все-таки не испортилось, я на всякий случай после использования сувидстика промываю струей сильной струей воды. А потом погружаю сувидстик, врубаю его и гоняю при температуре 50-55 градусов в воде с мощным средством. Ну, примерно полчаса-час. Потом опять промываю. Ну, как видите, все работает. Сейчас температура рулик 64 градуса, 65 градусов даже. Выточу их отсюда, когда температура внутри рулик достигнет 70 градусов. И сразу отправлю охлаждаться. Сначала в ледяную воду, потом в холодильник. Встретимся с вами завтра, когда буду резать и пробовать это, надеюсь, очень вкусное изделие. Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, какой результат получился, да? На мой взгляд, выглядит, по крайней мере, мясо несколько суховато. Для того, чтобы мясо, свинина, по крайней мере, обладала хорошей влагодержащей способностью, pH должен быть на уровне 6-6,3. Как вы видели, у меня получилось меньше. Возможно. Вся быта в том, что мясо изначально было не очень хорошее. Я обязательно хочу провести эксперимент и взять мясо на рынке, договориться с мясником, свежего забоя, и провести от начала забоя. Я могу договориться, чтобы не больше, чем сутки были после забоя у мяса, у мясника. Проверю pH. Потом выдержу один кусок. Наверное, проведу такой эксперимент. Недельку засолю. А один кусок прям сразу буду готовить. Вот по такому принципу. Проверю. Теперь, что касается вкуса и аромата. Во-первых, аромат прекрасный. Легкий аромат копчения. Присутствует запах чесночка, перца. Помните, да, что я внутрь положил? Так, это вырезка из середины. Вкусно. Вкусная вырезка. Замечательно могла бы быть, наверное, посочнее. Я не могу сказать, что это прям сухое-сухое мясо. Нет, но могла бы быть посочнее. Хорошо. Теперь непосредственно сама рулька. Мясо рульки вкуснее, чем мясо вырезки. Вот, однозначно вкуснее, насыщеннее. Возможно, за счет того, что оно жирок содержит. Ну, вот прям классное. Вкусное очень. Я вообще люблю рульки. Очень такой, очень хорошая ветчина получилась. Цельнокусковая. Прям замечательно. На канале есть. Постоянный зритель канала помнит. И не один ролик про воронежский огарок, про тамбовский огарок. Даже двумя вариантами. Тоже ветчина. Этот по вкусу отличается. Те куски, там большая нога, сразу не съешь. Там соли гораздо больше, поэтому они более соленые на вкус. Здесь гораздо меньше соли на вкус. Более мягкий, нежный такой аромат получается. Ну, и мясо это теоретически хранится, наверное, должно в холодильнике не более чем неделю. На самом деле, зная мое семейство, эти рульки будут съедены уже сегодня к вечеру. Вкусно. Но эксперимент провести надо еще один, более такой же полноценный. Замечательно. Просто замечательно. Короче. Да, еще. Я свой этот PH-метр, где он у меня, вот этот, купил на Амазоне. Если не забуду, постараюсь ссылочку разместить. Но, опять же, понимаете, да, что не все продавцы на Амазоне, а может, это сам Амазонский фирменный, отправляют в Россию. Поэтому ищите, в конце концов. Я марку укажу. Вот. Мне понравилось, как он работает. Удобный и адекватный, судя по всему. Потому что вот здесь, вот в желтой части, здесь в оранжевой части, здесь химия какая-то забита для того, чтобы он тестировался. То есть, это серьезный прибор, а не вот эта ерунда китайская, там, 50-ти евровая. Вот. То есть, есть надежда, что он работает точно. Вот. Прямо для промышленного использования. На этом позвольте с вами попрощаться. Очень рекомендую, кстати, по рецепту. Вкусно. Прямо вкусно. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok